Приветствую коллеги от аналитиков валютных рынков и торговой диет компании Текмил и с вами я Артур Изятулин. Американские биржевые индексы вчера неплохо выросли. По основным индексам S500, Dow и Nasdaq мы видим рост, который примерно составлял 1,5%. Но при этом нужно заметить, что фаворитами вчерашних торгов, то есть акциями, которые лидировали во вчерашнем подъеме, это были компании, горечка которых зависит от делого цикла. Если мы с вами рассмотрим условную классификацию американского фондового рынка по критерию зависимости от делого цикла, от колебаний делого цикла, можно подразделить американский рынок на три следующих категории. Это циклические акции, акции, которые средне зависят от делого цикла и защитные акции. Нас интересуют защитные и циклические акции, потому что у нас как раз сейчас происходит борьба мнения, будет ли продолжаться пандемия и кризис или все, мы переходим к подъему. Собственно, что мы видим? У нас вчера циклические акции, то есть акции, которые зависят от ожидания подъема в экономике, они прибавили почти 2%, при этом у нас защитные акции около 0,5%, ну чуть больше прибавили. То есть, понятное дело, начали снова подогревать все нас ожидания на рынке, что будет экономика восстанавливаться в 2021 году, и поэтому отреагировали именно циклические акции. Собственно, рост на рынке, он у нас обязан ряду позитивных новостей, позитивных заголовков по фискальным стимулам в США, по ставкам и распространению вакцины также в США, отчетности крупных компаний, такие как Amazon и Google, которые были вчера опубликованы, и они превзошли ожидания. Собственно, давайте разберем подробно вот каждый из этих моментов. По вакцине у нас в конце прошлой недели появились сомнения у инвесторов у рынка, что компании, производящие вакцину, они не смогут, не успеют осуществить поставки вовремя, возможно, если вы следили за новостями, у нас источником негативных новостей был спор компании AstraZeneca, британской компании, с европейским Минздравом, который так неявно обвинял компанию, что она срывает или задерживает поставки. Но на этой неделе у нас администрация Байдена поспела с очень интересными новостями, заявила, собственно, администрация такое сделала заявление, что вакцина начнет у нас распространяться, прямо вот прямиком в аптеке начнет поступать. При этом также было заявлено в статье, которую мы с вами сейчас разбираем, что поставки у нас вакцины также увеличатся до 10,5 миллионов доз в неделю, это очень высокий темп и рост получается. И при этом будет поставляться напрямую в аптеке, что также ускорит, получается, вакцинацию. И это, естественно, позволяет сейчас рассчитывать, что темпы вакцинации у нас в США, собственно, ускорятся, и это позволит нам пересмотреть вообще тогда, когда, собственно, закончится вакцинация, тогда, когда позволит состояние пандемии, пандемии, да, вот этой, позволит снимать ограничения. Это вот в лучшую сторону позволяет пересмотреть вот эту новость. Собственно, инвесторы, как бы, отреагировали на вот эти положительные новости, что энергичная очень администрация США, Белодома, она взялась за вакцинацию в стране. Давайте теперь поговорим про, собственно, отчетность компании Amazon и Google. Посмотрим, собственно, что нам они сообщили вчера. Вчера у нас Google выпустил пресс-релиз о том, как у нас изменилась выручка, какие основные показатели в компании за 2020 год, как они изменились. Сейчас мы, собственно, посмотрим этот стейклент, чтобы понять, что там изменилось. Собственно, по Google давайте посмотрим пресс-релиз. Собственно, это компания, понятное дело, бизнес, который построен на продаже, в первую очередь, рекламы с поиска, с облачных технологий. Собственно, мы видим вот такую вот интересную динамику, что за 2020 год у нас произошел рост прибыли значительный. Если в 2019 году выручка у нас, не прибыли, выручка, да, в 2019 году он составлял вот эту цифру, в 2020 году он составлял уже вот эту цифру. По облачным технологиям также у нас произошел вот такой вот значительный рост. А если мы посмотрим, собственно, в процентном отношении, что там произошло, то вот можно видеть, что выручка у нас увеличилась на 23% в 2020 году. Ну, это значительное увеличение данного показателя. Понятное дело, инвесторы восприняли это как некоторый сигнал, что потребительские расходы, расходы бизнеса даже на рекламу, да, они сильно не поразили. Несмотря на пандемию, у нас произошел все равно рост выручки у Google. Это очень положительный сигнал вот с точки зрения, с точки зрения роста расходов бизнеса, да, вот, на рекламу. Собственно, этот показатель, он значительно превысил у нас ожидания некоторых консенсус рынка, который был. Вот, поэтому рынок, естественно, на это отреагировал. Если мы посмотрим на то, что у нас произошло с компанией Amazon, да, о чем она у нас сочеталась, давайте также быстренько, собственно, пробежимся по основным моментам отчета, который вышел 2 февраля. Там также у нас очень много положительной информации, которая также рынок, можно сказать, что взбодрива. Собственно, по Amazon, что мы видим? У нас чистые продажи увеличились на 44% в, получается, в четвертом квартале 2020 года по отношению вот к 87,4 миллиардам в четвертом квартале 2019 года. 44% это выросли продажи у Amazon. Ну, понятное дело, за полный год, тоже важная информация, продажи у них выросли на 38%, у нас там разгар пандемии, как вы помните, локдауны и так далее. Ну, понятное дело, за счет фискальной поддержки, за счет госвливаний в экономику со стороны, да, вот администрации со стороны, со стороны Конгресса, со стороны правительства США, да, вот заимствование, затем вливание в экономику, они привели к тому, что совершенно у нас Amazon не почувствовал никакой пандемии, возросли у него продажи на такое вот значение. Очень важный момент, который нужно почерпнуть из вот этих цифр, это то, что потребительские расходы, потребительская уверенность, она не упала, она не оказалась в кризисном состоянии, ее смогли спасти. То есть, люди не начали сберегать очень сильно, да, из мотивов предосторожности, и поэтому потребление сохранялось достаточно стабильным, да, несмотря на пандемию, и это позволило экономике быстро выбраться из кризиса. И, понятное дело, если у нас сохраняются более-менее высокие потребительские ожидания, то когда у людей, ну, как бы, сейчас начнут постепенно восстанавливаться доходы, они увеличат даже свое еще потребление, и это будет нам говорить, что экономика будет ускоренным темпом развиваться. То есть, очень важный такой момент. Вот эти цифры нам говорят о том, что потребление, уровень потребления в США, это основной драйвер экономического роста, его удалось сохранить. И это вот хорошо прослеживается у нас из данных, из отчетности последней Амазоны. Ну, собственно, также стоит заметить, что отчетность компании превысила у нас ожидания, значительно превысила ожидания. Это также у нас привело к росту как акций компании на рынке, так и широкого рынка, потому что вот он также реагирует на оптимизм, который вот заключается вот в этих данных. Давайте разберем еще следующий момент по поводу подъема, по поводу экономического. Какие еще есть индикаторы? И один из них, наверное, он вам очень хорошо известен. Это у нас спред между 10-летними и 2-летними облигациями, казначейскими облигациями США. То есть берется, получается, у нас доходность к погашению по 10-летним казначейскими облигациями и отнимается доходность двухлетних казначейских облигаций. Длинная доходность длинных облигаций минус доходность коротых. Собственно, вот этот вот график, он у нас представляет вот эту разницу. И, собственно, видно, что у нас сейчас, сейчас значение вот здесь, оно уже достигло, получается, сколько у нас, июль, да? Июль, получается, 17-го года. Максим с июля 2017 года у нас означает этот спред, и этот спред известен в финансовых кругах, в кругах инвесторов, как такой достаточно точный показатель, предвестник рецессии и подъемов. Когда у нас данный спред идет вниз, считается, что рынок ожидает рецессию. Общий рынок, некоторые концепции на рынке, есть, что у нас будет рецессия, либо стагнация в экономике. Когда этот спред начинает расти, ожидается подъем. Ну и, собственно, видно, что у нас спред перед 2020 годом снижался, и действительно непонятно как, вот рынок сумел, то ли предугадателю, этот некоторый коллективный разум как-то сумел необычно таким образом предвидеть, что будет все-таки действительно рецессия, потому что нулевая граница, это прям минимум-минимум, самый минимум получается у этого спреда. У нас здесь произошла рецессия, и, собственно, этот спред у нас начал расти, достиг он 1%. Если говорить о том, ну вот, что практически это значит, почему это так происходит, да, у нас есть длинные облигации, да, то есть поток некоторых платежей, которые растянут на долгое время, скажем, на 10 лет, да, в данном случае. Это у нас 10-летняя облигация, то есть некоторый поток платежей, который 10 лет будет происходить, в конце будет выплачен номинал. Ну и, собственно, двухлетняя облигация, да, это поток некоторых платежей в течение двух лет и плюс номина, выплаченные в конце вот второго года. Собственно, когда у нас растет данный спред, что это означает? У нас привлекательность вот этих долгих платежей, она падает относительно вот этого короткого потока платежей, то есть двухлетнего. Это нам говорит о чем? То, что либо, либо рынок у нас ожидает ускорения инфляции, если у нас ускоряется инфляция, то, понятное дело, это разъедает вот эти длинные платежи. Вот выгодно вкладываться в короткие, получается, облигации и затем перекладываться, потому что новые следующие облигации, когда он будет перекладываться инвестор, они отреагируют вот это ускорение инфляции. А если держать в длинные облигации, да, если в нее инвестировать, инфляция будет разъедать вот этот поток платежей, который будет поступать вот с облигаций, вот эти купоны, да, их как называют. Собственно, когда у нас есть ожидание инфляции, выгоднее переложиться с длинной облигацией, с десятилетней условно, в двухлетнюю облигацию. Это первый момент, инфляция. Второй момент, это процентные ставки, понятное дело, растут у нас процентные ставки, падает доходность, падает стоимость, точнее стоимость, да, падает стоимость вот этих, падает стоимость облигаций. Понятное дело, если у нас есть ожидание, что центральный банк будет повышать ставки, десятилетние облигации в перспективе упадут, получается. Поэтому выгоднее, выгоднее переложиться в двухлетнюю облигацию и, получается, когда-то начнут повышать ставки, да, если центральный банк начнет повышать ставки, то уже по ходу дела перекладываться в скорректировавшиеся новые облигации, короткие. Таким образом, ну, доходность можно выше получить, чем сразу, чем вот вложиться в одну длинную облигацию и вы, получается, держать там на средство. Собственно, это вот у нас, вот этот момент, вот этот момент увеличения вот этого спреда между десятилетними и двухлетними казначейскими облигациями, доходностями, десятилетних и двухлетних казначейских облигаций, он нам как раз-таки говорит о том, что либо, либо рынок ожидает ускорения инфляции, либо рынок ожидает повышения ставок. Понятное дело, ФРС у нас четко сигнализировало, что ставки повышать не будут они до 2023 года, поэтому остается одно, это ускорение, ожидание того, что ускорится все-таки инфляция. В длинных облигациях будет сильнее разъедать поток вот этих платежей, поэтому выгоднее держать средства в коротких. Собственно, эта вот перекладка, она вызывает вот это увеличение спреда. Собственно, вы можете подробнее, что такое спред между десятилетними и двухлетними облигациями, как, собственно, работает вот эта схема с тем, что, когда длинная облигация выгоднее, чем короткая, и наоборот. Вот, если вот этот механизм понять, можно будет понимать, что означает вот эта динамика вот этого спреда, да, динамика того, как привлекательность дальней облигации против короткой меняется. Это вот еще один момент, да, за которым нужно следить, спред, да, достиг одного процента, здесь у нас было небольшое снижение, когда вот была коррекция на рынке недавно, и снова он перешел в рост, потому что, опять же, ожидание подъема плюс ожидание инфляции из-за фискального стимулирования, из-за вливания денежных средств в экономику. Вот, касательно недавнего шорстквиза, вот этой ситуации с GameStop, с акциями, с акциями-пузырями, да, мемными акциями, как они еще их называют, давайте также разберем, что у нас произошло. Собственно, по акции GameStop мы видим вот такую вот устрашающую динамику, рост до 480 долларов и буквально за несколько дней снижение до 92 долларов. Ну, понятное дело, пузырь у нас сдувается по вот этим отдельным акциям, которые усиленно росли, которых разгоняли инвесторы. Почему это у нас происходит, мы уже с вами обсуждали это на прошлой неделе, когда у нас был шорстквиз, компании, хатч-фонды, которые держали короткие позиции вот в этих акциях, которые играли против розничных инвесторов и были вынуждены нести убытки. На прошлой неделе они приняли храброе решение, они резали свои длинные прибыльные позиции, резали позиции в акциях-фаворитах, вот в крупных акциях, типа Google, Amazon, там в широком рынке с P500, они резали там свои прибыльные позиции и при этом покрывали короткие. Собственно, когда они резали там свои позиции длинные, это вот вызвало коррекцию на рынке, но они все, они уже покрыли вот здесь свои убытки, они вышли. Если мы посмотрим, что у нас стало с короткими позициями в открытом интересе по акциям GameStop, можно видеть, что там у нас было значение выше 100%, 130% были короткие позиции от акций, которые в обращении находятся в продаже. 130% короткие позиции были. Сейчас там ниже 50% что ли упал короткие позиции. Собственно, понятное дело, у нас хедж-фонды выходят с коротких позиций и, собственно, так как они выходят, здесь не остается уже никакой игры для розничных инвесторов, против некого уже играть получается. И понятное дело, что пузырь лопается, подключается, собственно, те, кто не может держать акции и вот так же они сливают. И у нас вот такое обрушение происходит. Отдельно стоит отметить героя Lost Rebets. Да, вот этот топик на Reddit. Это у нас один из участников, который за последние два дня, вот из-за вот этого падения, он потерял 19 миллионов долларов. Его потери достигли по позиции. На пике его значение, его портфель составляло 46 миллионов долларов. То есть он держал только опционы, получается, колы и акции GME, GameStop, то есть, да, и получается он, у него на пике доходность его портфеля, она составляла 46 миллионов долларов. Это максимальный результат, который удалось добиться розничным инвесторам на Reddit, ну, по крайней мере, известный для нас. Но нужно заметить, что вот за последние два дня он потерял 19 миллионов долларов и, что очень важно заметить, он продолжает держать свои позиции. Вот можно посмотреть, что у него по его постам. Вот видно, да, допустим, его снижение за день из-за 13 миллионов, получается, на 2 февраля. Это потери за день. То есть из-за падения акций человек потерял 13 миллионов, но он продолжает держать, он не продает, получается, акции. И, понятное дело, да, вот такое вот движение, ну, где происходят вот такие вот колебания, ну, сложно как-то считать нечто другое, чем, да, пузырь просто в этих акциях. Вот, собственно, этот пузырь как бы постепенно уже уходит у нас с рыночных радаров. На прошлом деле его очень сильно обсуждали, включая вот данного участника, да, его приглашали в Wall Street Journal в интервью и так далее. Вот, собственно, он делился информацией по поводу того, как он содержит акции. Собственно, этот пузырь, он у нас постепенно отходит на второй план, и сейчас рынок у нас снова-снова возвращается к тем темам, о которых мы говорили раньше. Это фискальное стимулирование, новый пакет фискального стимулирования, вакцина, да, понятное дело, темпы вакцинации, распределение вакцины и так далее. Ну и третья тема – это отчетность компании, которая продолжает радовать, мы с вами, собственно, ее сегодня разобрали. Вот, поэтому продолжаем концентрироваться на основных рыночных темах, и понятное дело, что у нас рост, который произошел после отбоя от 3650, на мой взгляд, у него есть все шансы на то, что продолжится движение наверх. Мы с вами обсуждали тот момент, да, что по фьючерсам на S&P 500 и уровень 3650 выглядит как хорошая точка для продаж, потому что я говорю, что вот это движение вниз, коррекция вниз, она была вызвана шорт-сквизом. То есть, когда резали хедж-фонды свои позиции, чтобы покрыть убытки, это вот возник такой некоторый уникальный риск, который потянул вас здесь вниз. Макро-картин у нас осталась одна и та же, поэтому вот этот уникальный риск закончился, все, рынок перезагрузился, снова перешел к росту. Поэтому ориентируйся на дальнейший рост, кто заходил, понятное дело, здесь где-нибудь, понятное дело, нужно держать. Те, кто рассчитывает на дальнейшее движение вверх, ну, желательно, да, попытаться как-то дождаться коррекции, на мой взгляд, там уровень, скажем, 3800, он выглядит подходящий момент для того, чтобы войти, да, и как-то рассчитывать на дальнейшее движение вверх. Поэтому по рискам актива, на мой взгляд, остается, остается идея buy, да, она актуальна. А вот, собственно, это все, о чем я сегодня вам хотел рассказать. Если остались какие-то вопросы или комментарии, вы можете задать их под видео. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео или вы считаете их полезным. На этом я завершаю свой обзор. Всего доброго, торгуйте.